Большой корабль с едва различимыми буквами на колоколе М.Е.Н. Армения. Крушение теплохода Армения стало главной тайной Великой Отечественной войны. Очень уж много жизни она унесла, говорят. Говорят. Итак, 80 лет. 80 лет для нас. Гибель Армении – это не морская катастрофа, а народная легенда. Слухи и спекуляции только множатся. Ни одного документа за эти годы официально не обнародованы. Но теперь Армению нашли. Об этом этот рассказ. Роскошный круизный лайнер Армения впервые был спущен на воду в 1928 году. В 30-е годы 20 века Армения был лучшим лайнером Черноморского морского пароходства. Теплоход совершал регулярные рейсы между Одессой, портами Крыма и Кавказа. С началом Великой Отечественной войны лайнер мобилизовали, и он стал санитарным транспортом Черноморского морского флота. К осени 1941-го теплоход уже имел опыт перевозки нескольких тысяч человек за один рейс. 6 ноября под утро Армения пришла в Севастополь. Севастополь с 30 октября официально на осадном положении. Почти нет войск для его обороны. К Севастополю спешит Приморская армия, но и немцы спешат тоже. Неизвестно, кто придет первым. После погрузки раненых и подлежащих эвакуации граждан, теплоход все-таки выходит в Ялту в сопровождении двух стражевых катеров. Выходит на два часа позже, чем это было предписано. Следовательно, в Ялту приходит с опозданием. 7 ноября. В час 15 минут ночи Армения заходит в Ялтинский порт. Особые указания. Выйти из Ялты не позднее 5 утра. Но погрузка в порту начинается лишь в 4 часа. И командиру Армении ничего не остается, кроме как выйти в море в светлое время суток. 8.25 утра. Летчики получают приказ прикрывать теплоход на стоянке и в море. Но из-за погоды звено истребителей вылететь не может. Поэтому в 8.30 Армения выходит из Ялты без прикрытия с воздуха. В 9.00 звено из трех самолетов вылетает с аэродрома для прикрытия Армении. Но эта задержка станет фатальной. В 10.24 на расстоянии около 30 км от Ялты в квадрате 17.69 Армению атакует немецкий бомбардерожник. Советские летчики преследовали вражеский самолет, но без результата. Советский, гелезат по доме 2.uç. Стоять в карте 14.0 Украинщиков В 11.07 наши самолеты возвращаются на аэродром. Боевая задача не выполнена. 12.20. Второе звено истребителей получает приказ найти Армению. 21.00. Запись в оперсводке ОВРА. Поиск теплохода Армения не производить. Командир и руководящий состав погибли первыми. Так как исходя из анализа повреждений судна, первый же боевой снаряд попал прямо в ходовую рубку, в которой находился командир судна и весь старший офицерский состав. Следовательно, вся эвакуация людей из тонущего корабля носила стихийный характер. На Армении находился весь цвет военной медицины Крыма. Все они погибли. Но почему вражеская авиация открыла огонь на теплоход Армения, если на борту теплохода были нанесены кресты? В архивных документах санитарно-транспортное судно Армения не обозначено как госпитальное. Да, теплоход частично был переоборудован как плавучий госпиталь, но формально он мог нести на себе оружие, защищая пассажиров и груз. Исследователи, на борту теплохода Армения были обнаружены боевые орудия. Это и есть ответ на вопрос, был ли на бортах Армении Красный Крест. Ответ – нет. По всем конвенциям, либо кресты, либо пушки, у Армении, как мы видим, были вторые. С военной точки зрения, вооруженная Армения – это законная цель. Я Зубцова Тамара Федоровна, в девичестве Выходцева. Родилась в январе 41-го года. Моя мать – Выходцева Анна Григорьевна. Отец – Выходцев Федор Алексеевич, был офицером, участвовал в обороне Севастополя. Мы жили под Ялтой, в поселке Семеис. Как мне рассказывала моя тетя, мамина родная сестра Индагия Истомина, отец смог погрузить нас на теплоход Армения, который увозил раненых из Ялты. На корабле было очень много народу. Так много, что мама со своей сестрой и со мной, 10-месячной малышкой, на руках стояли у самого борта. Это нас и спасло. Когда раздался первый взрыв, нас взрывной волной отбросило далеко в море. Мама и тетя хорошо плавали, поэтому не утонули. Нас подобрал катер. Всего осталось не больше 10 человек. Точнее сказать не могу. После мы оказались в Керчи, откуда нас уже и переправили на материк. Катастрофа Армении по числу жертв является одной из самых крупных во всей мировой истории. Армения располагается в 18 морских милях от берега на глубине 1500 метров. Армения располагается в 18 морских милях от берега на 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 берег